Гордо прошагав по Подмосковью, военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» почти завершила восьмой этап, посвященный городу-герою Тули. Заключительная передача символов этого года, знамени Победы, офицерского наганной письма Треуголки, состоялась в поселке Барвиха. Сегодня в нашем культурном центре Барвиха мы передаем уже в Одинцовское территориальное управление, для того, чтобы они уже положили в музей эти символы на хранение, на память для наших детей потомков. На знаковом мероприятии присутствовали ветераны, окружные депутаты-единоросы, общественники, жители и гости Барвихи. Со сцены звучали трогательные слова о подвигах наших предков и напутственные пожелания подрастающему поколению. Поэтому желаю детям, конечно, чтобы в первую очередь все здоровье было в ваших семьях, все было хорошо, нормально все, ну, учитесь хорошо и думайте о будущем. В ходе мероприятия традиционно был показан документальный исторический фильм, отразивший героический подвиг тульчан в годы Великой Отечественной войны. После торжественной части тематический концерт с музыкой и песнями тех лет. «Пел солдат, плотая слезы, пел про русские березы, про кореочи, про дом свой очи, пел в пути». Художественный руководитель подушкинского отделения КДЦ Барвиха Авраам Карахан исполнил патриотическую балладу о солдате. А оперная певица и заместитель директора Барвихинской школы Ольга Нефедова трогательно спела знаменитый «Синий платочек». Наряду с профессиональными артистами в концерте приняли участие школьные творческие коллективы. «Нас ждет огонь спецельный, и все же не силен он, сомненья прочь уходит в ночь наденький, десятый наш десантный батальон». Ребята из 8-го Г-класса Барвихинской школы к мероприятию готовились основательно. Помимо песни под чутким руководством классного руководителя подростки подготовили танцевальный номер в стиле 40-х годов прошлого века. «Этот номер выбирали мы вместе, что нам делать, потому что какой-то задумки определенной сначала не было, то есть была задача, понятно, но мы выбирали, мы отсматривали прям темы, мы смотрели фильмы военных лет, и вот выбор пал сделать вот такой, собрать все, все, что нам понравилось, и сделать такой номер». Финал восьмого этапа эстафеты «Салют победе» пройдет в Одинцове, где состоится гала-концерт. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания Одинцова.